Экономики продолжает свой цикл лекционных четвергов в музеях Москвы. Это первая лекция в этом году. В прошлом году мы тоже начали свой лекторий именно с лекции в Покровском соборе. Сегодня лекцию прочитает Сергей Никитин, кандидат филологических наук, российский историк, культуролог, доцент ВАК, ректор Академии Велоночи. Приветствуем Сергея! Здравствуйте, друзья! Я здесь с вами сегодня... Очень рад присутствовать в этом замечательном месте, в этом прекрасном доме московском. А есть кто-нибудь, кто занимается компьютером, кто знает, как открыть флешку? Открыть флешку. Она воткнута? Да, просто... Я нажимаю, и мы отключаем. Вы ее переименовываете? Сейчас, еще одну секунду, и мы включимся. Короче, мне действительно очень приятно здесь находиться, и приятно участвовать в лектории, в создании придумки, в которой я участвовал аж три года назад, но ни разу не умудрился в нем выступить, потому что впоследствии у нас в высшей школе экономики начались сокращения, и, к сожалению, я покинул этот замечательный вуз, и теперь преподаю в университете, который тоже на букву В, Веронский государственный университет, и преподаю там историю русской культуры. Прямо в самом Вероне? Да, в городе Вероне как раз. То, что я вам расскажу, тоже в какой-то степени связано с Италией, потому что работа над этой темой началась случайно, как это часто бывает в научных темах. 15 лет назад я сидел в архиве, в капиталистском архиве города Рима, и искал материалы для своей книжки про топонимию Рима, которую через 10 лет издал. Чтобы отвлечься в ожидании очередной книжки, вы знаете, в библиотеках приходится ждать иной раз в несколько часов, иной раз в несколько дней. Мне попалась под руку книга с воспроизведениями старинной книжной миниатюры европейской из фондов Парижской библиотеки. Я довольно лениво открыл эту книгу, в общем-то, ничего совершенно не предвещало того, что мне это будет интересно. Но нужно было убить время. И я погрузился в мир совершенно удивительных картинок, вот тех самых того, что называется вдохновленным термином, illuminated, иллюминированные манускрипты, которые создавались в Европе, в совершенно разных странах. И с того момента, собственно, начался мой интерес к зданию, в котором мы сегодня находимся, и о котором сегодня будет идти речь. Так получилось, что впоследствии я возвращался к этой теме много раз в связи с другими своими научными проектами. В частности, вы видите, что здесь заявлено в термин здание памятники. Но вы, как активные участники лектория высшей школы экономики, люди, интересующиеся историей культуры, понимаете, что памятники бывают не только Пушкину, Державину, Маяковскому, бывают еще и архитектурные памятники. И когда мы стали заниматься, когда я стал заниматься в какой-то момент исследованиями 20-го века, итальянского 20-го века для книжки про римские улицы, с другой стороны, русского 20-го века, я задумался о той большой преемственности, которую имеет архитектура общественных зданий Европы, в России, в Италии, во Франции, в Германии, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, с тем, что было заложено европейскую архитектуру в эпоху раннего возрождения или позднего Средневековья. Поэтому сегодня мы совершим путешествие по зданиям памятникам, очень небольшое путешествие, оно специально для этой лекции, поскольку мы здесь с вами будем разговаривать, наверное, еще примерно 40 минут, да, и потом поговорим какие-то интересные вопросы, я постараюсь ответить. И эта тема, тема здания памятника, здания, которое несет педагогическую функцию, забегая вперед, я сразу скажу, здания, которое призвано учить граждан, граждан, в зависимости от строя общественного, которое создается то или иное произведение, оно неразрывно связано с такой штукой, как семиотика архитектурной формы. Один из крупнейших учителей, наших учителей, можно сказать, архитектуро-ведов, Бруно Дзеви, написал очень хорошую книжку, которая называется «Уметь видеть архитектуру». Она не переведена пока что на русский язык, но думаю, что в скором времени кто-то ее переведет. И там она начинается с трагической совершенно фразы о том, что выставки по архитектуре самые малопосещаемые, выставки по архитектуре интересны только профессионалам. Почему же так получилось, что архитектура является таким видом творчества, которое совершенно как-то не востребовано широкой публикой, если они говорят в чистом виде? И дальше встает вопрос, а как читать архитектуру для того, чтобы получать от нее истинное удовольствие или не истинное? Ложное, допустим, но тем не менее удовольствие. И встает вопрос о том, что разные эпохи, разные народы, разные культуры, разные цивилизации, и прежде всего на самом деле даже не народы, а конкретные люди, конкретные заказчики художественных произведений и их исполнители пытались нам сообщить. Точнее, конечно, не нам, а своим современникам. Своим друзьям, своей, той аудитории, с которой они хотели общаться, той аудитории, с которой они хотели быть признанными, признанными как участники процесса. То есть речь идет о языке, архитектурном языке. Как ни странно, эта тема при всей своей очевидности почему-то довольно редко исследуется, потому что архитектура ведом, она кажется абсолютно естественной, абсолютно обыкновенной. Большинство из вещей, которые сегодня вам буду рассказывать, известны, и их можно легко прочесть не только в научных книжках, но даже в интернете. Тем не менее, поскольку сегодняшнее наше информационное сознание очень бурное, похоже на море, на океан, то многие вещи, которые кажутся одной небольшой группе людей совершенно очевидными, другой группе людей абсолютно неизвестны, непонятны. Начнем, наверное, с главного, с того, что поможет нам в дальнейшем нашем путешествии, с той информацией, которой, в общем-то, содержится практически все, что я сегодня хочу вам рассказать. А именно, по приказу Ивана Васильевича, в тот момент совсем еще не грозного, а юного, талантливого, только что присоединившего к Москве гигантскую территорию, если вы представите, это даже на самолете, час летели до Казани, а в дальнейшем по ходу строительства собора присоединилась еще и Астрахань, то есть представьте себе всю вот эту длину, две тысячи километров, да, или две с половиной тысячи километров Волга. Вот этот человек, вот действительно вундеркинд, в полном смысле этого слова, начинает строить на главной площади Москвы, которую, тем не менее, в тот момент площадью еще особенно так и не назовешь, это был пожар, вместо сгоревших торговых рядов, начинает строить храм, в котором мы находимся. И храм, как вы видите, построенный в память о взятии Казани. То есть храм, который должен напоминать москвичам о том, что случилось это очень важное событие. Я в данном случае просто напомню вам, что до этого момента, конечно, наша традиционная школьная история завершает Татаро-Монгольский Игорь на периоде Ивана Третьего, правильно, да? 1480 год. А здесь у нас, мы видим здесь 1555 год, но речь идет о том, что таким образом русские перешли в наступление, и присоединена к России территория, на которой в тот момент проживали мусульмане. То есть здесь возникает еще и ракурс, какой ужас, священной войны. Это произошло, и захват, победа связывается с днем, который в тот момент, в календаре того года, праздновался Покров Пресвятой Богородицы. Именно поэтому храм называется очень часто в научных книжках Покровским собором. Но мы про это еще поговорим, потому что с именами очень-очень интересная отдельная тема. Буквально несколько слов вообще о здании памятника. Что такое здание памятника, зачем оно появляется. И начнем мы как раз с Гену, город, который находится на берегу Средиземного моря. И вы знаете, это был такой неудачный, неприятный соперник Венеции, который, прямо скажем, обломал весь кайф пиратской организации, которую устроила Венецианская республика в Средиземном море. Венецианцы, по сути, обложили данью все корабли, которые путешествовали с товаром по Средиземному морю, сказав, что это наше море. Тут вдруг появляются генуэзсы и говорят, ну, в общем-то, это тоже наше море. И у них начинаются бесконечные войны, осады. Это очень увлекательная история. И если кому-то интересно, я советую про это прочитать. Но наша тема сейчас совершенно не про это. Наша тема сейчас совсем про более конкретную историю, а именно в самом центре Генуи есть несколько очень интересных маленьких вещей. Тут вы видите собор. Здесь вы видите банк Святого Георгия. Это тоже часть нашего рассказа. И маленькая церквушка, которая не видно, но видно, что в городе много разных, разного рода культовых объектов. Сейчас я покажу вблизи. Построенная одной генуэзской семьей. Семьей, которую вы все прекрасно знаете, потому что семья Дория, вариант... Тут, кстати, есть место. Даже два. Семья Дория, семья, которая, в общем-то, даже сохранилась до наших дней, если вы интересуетесь искусством, то одно из лучших римских собраний. Живопись — это как раз собрание семьи Дория Пампили. Короче, это теперь уже римская семья, но начиналась она с Генуэзера. И вот, собственно, эта знаменитая семья имела район города, в котором обитали сеньоры и обитали люди, которые с этой семьей были как-то связаны, были обязаны ей, потому что в Генуэ вот эти патрицианские семьи — это не история про рыцарство, это история, в общем-то, про товар-денежные отношения, про банковскую деятельность, про экономику. Там совершенно нету никаких, знаете, поток на рыцарство, на изображение какой-то некой благородности. Тем не менее, вот они строят свой храм, и Андреа Дория — самый известный представитель, и, может быть, вы слышали, что был такой гигантский корабль Андреа Дория, вот он назвал в честь этого очень противоречивого персонажа, он был, назовем вещи своими именами, он был пиратом, но на стороне католического мира. То есть он воевал с османскими пиратами, с Барбаросой, с другими людьми. И это, конечно, была жуткая война. Так получилось, что мы называем его все-таки не пиратом, мы говорим, что он был прекрасным флотоводцем, адмиралом, замечательным человеком. А те люди с османской стороны, они вроде бы как-то не такие хорошие. Это все значительно более сложное, как вы понимаете, как в любой семье, особенно в такой большой семье, как в человечестве. Дория выпадает в... Это уже XVI век, он наш современник, современник здания, в котором мы находимся, и он начинает реконструкцию своего храма, в котором покоится храм, который превратился в усыпальницу всей семьи. Да, у нас же в Москве тоже есть такие храмы, которые являются, по сути, усыпальницей одной семьи. Но мы как-то все-таки так не делим город, даже город XIX века, на город, не знаю, там, среду обитания Гагариных, а это большой район, который связан, например, с Розумовским, все-таки немножко по-другому в России. И он сносит весь храм, строит совершенно новое здание и оставляет эту стену. Почему он ее оставляет? Да просто потому, что эта стена, хотя на этой фотографии не видно, испещрена разнообразными надписями. Надписи не видно здесь, но здесь на то видны барельефы. И на этих барельефах, с ними совершенно отдельная история, эти барельефы посвящены самым лучшим представителям семьи Дория, которые участвовали в разных кампаниях, прежде всего против пизанцев и против венецианцев. То есть это, по сути, доска почета семьи Дория. Это то место, проходя мимо этого храма, любой житель Контрады, это слово использовалось в Геннессе для обозначения этого района города, они преисполнялись гордостью за свой район, а с другой стороны, те люди, которые приходили из других кланов города, они посматривали и, в общем-то, делали примерно те же самые вещи. На сегодняшний день, именно благодаря удивительной проницательности господина Дория, вот сохранился единственный храм с подобными деяниями, воспевающей успехи этой семьи и значимость семьи для Геннесской республики. То есть вот это здание памятника, который, начиная с XII века, с XII века до конца XV, украшался именно как городской монумент, как стена, которая разговаривает с тобой. Ну и буквально приведу вам пример, что, например, вот эта деталь, это саркофаг, который подвергся ресайклингу, привезенный с какого-то греческого острова, и на котором, как считают исследователи, изображена, в общем-то, сцена сбора урожая. Но он очень приглянулся одному из членов семьи Дория, он привез его, и когда он умер, в общем-то, по-видимому, жена попросила использовать этот саркофаг, и его вмонтировали в стену храма. И это воспринималось именно как очень красивая аллегория того, что этот человек сделал для своего города и для своей республики. Республики, а республика, напомню, это общее дело. Общее дело. То есть вот эти республиканские герои XII-XIII века, которые участвовали, назовем вещи своими именами, торговых, экономических, прежде всего, вольных, с другими конкурирующими республиками Италии, они стали себя так представлять. Второй пример, после которого мы отправимся уже в совсем другую часть мира, это соседняя Контрада, в которой жила семья Жакома Спиннелла. Но вот этот Спиннелла, про него неизвестно абсолютно ничего, кроме того, что он построил этот дворец. И дальше занимался банковской деятельностью, собирал античные статуи. Но античные статуи, в общем-то, в тот момент, вы видите, речь идет о конце XV века, собирались все. Это была большая, классная мода, тем более, что Италия, куда ни копнешь, что-нибудь найдешь. И этот человек был значительно более... Он пошел вперед, у него было время, ведь первые дори начали украшать свой маленький храм. Если, кстати, вы в него вглядитесь, вы узнаете элементы, которые напомнят вам древнерусскую архитектуру, вот этот вот аркартурный поясок. У него было время подумать, и то, что он сделал для Италии, абсолютно было удивительным событием, при этом абсолютно неизвестным. Я не знаю, кто из вас был в Геннаде? Я была. Вот вы были в Геннаде, да. А обычно, к сожалению, получается так, что этот город полностью исключен из каких-либо туристических маршрутов. И единственное, как его обычно получают, это когда едут на круиз. Потому что вот так вот. Но я всем вам советую туда съездить, там великолепная кухня. И дальше, когда вы смотрите на вот эти потрясающие статуи, из которых четыре атрибутированы, и среди них, о боже, есть даже статуи женщины, бабки Джакма Спиннелла, о которой тоже особо ничего неизвестно. Но тем не менее, она, по-видимому, тоже была добродетельной женщиной, и Спиннелла решил сообщить о ее добродетельности всему городу. А пятый персонаж, он немножко непропорционален, непонятно. Дело в том, что когда Спиннелла умер, он оставил эту арку, эту нишу пустой, как считается, надеялся, что потомки поставят его статую. Ну, в общем, потомки подумали-подумали и поставили непонятно что. Исследователи, ну, я вот связывался с семьей Спиннелла, они говорят, мы не знаем, нам кажется, что это просто где-то лежало в каком-то анклаве, и было поставлено. То есть, идея мемориала не была поддержана. Но вы понимаете, что то, что мы видим, действительно, это является зданием-памятником, которое с тобой говорит. Город очень маленький, когда же маленький, все друг друга знают. И если ты говоришь, что этот человек был героем и умер героевской смертью за наши общие дела, ситуации демократии, или олигархии, как было в тот момент в Генуе, то, ну, в общем, ты, наверное, имеешь на это право. Если твое здание потом сносит, как произошло с одним конкурирующим родом, уничтожает все, в том числе и статуи, которыми ты украшивал свое здание, ну, значит, консенсус не получился, либо ты проиграл большой политической борьбе. Вот. Это два слова именно про здание-памятник. И вот в качестве выводов ты строишь нечто на перекрестке очень оживленных улиц. Если вы посмотрите это в Google Maps, если вы приедете в Генуе, вы увидите, это действительно очень оживленный торговый перекресток. И дальше ты ставишь своих предков, одеваешь их в античные тоги и представляешь их, как будто бы они являются героями, сопоставимыми с героями классической Греции и Лимы. Вот такая у нас прекрасная, потрясающая семья. Вы понимаете, что эпоха Возрождения это эпоха Возрождения интереса к античности. И дальше здание, конечно, воспитывает и пропагандирует, с другой стороны, сам род Сфиннула. Потому что ты приходишь на заседание городского совета, и тебе стоит только напомнить, сказать, ну вот, мои же предки, вы же их всех видите, они стоят на здании дворца. Вот эта тема, тема, в общем-то, нам практически неведома, потому что речь идет о республиканском правлении, речь идет о конкуренции семей, речь идет о конкуренции личностей. То есть все подобные случаи в нашей истории, ну их очень-очень мало, и они в основном находятся, наверное, в усадьбах, в качестве таких вот небольших семейных анекдотиков передаются, либо кто-то на кухне делает доску почета семьи. У нас все это действительно совершенно скромно. Но я специально показал вам два разных образца здания памятника из города, ну, мягко скажем, совсем незнаменитого. Именно для того, чтобы обратить внимание на то, до чего дошли генуэссы, и что в определенной степени является действительно уникальным, потому что в Венеции мы такого не найдем. Там другие способы, но в Венеции мы такого не найдем. И важно, что здесь вот этот момент, который в какой-то момент исследователи стали предлагать называть государственной религией. Есть религия, религия есть вера, а есть вера в интересы государства, ценности государства, которые в какой-то момент становятся превыше всего. И вот в рамках этой кампании, естественно, возникают государственные герои, герои Советского Союза. Не мученики за религию, герои генуэской республики, которые, конечно, могли писать в своих, их представителей семей, могли писать в некрологах пышные слова по поводу того, что они были мучениками за веру. Ну, в общем, в большинстве случаев они были, конечно, людьми, связанными с коммерцией и с большой политикой международной. Вот. И третье здание, и вот все-таки, извините, буквально два слова, финальный аккорд истории зданий памятников Гены, это банк. Банк, самый древний банк в Европе. В Европе есть два древнейших банка, в современном смысле этого слова. Это Барселонский банк и банк генуэский, который называется Банк Святого Георгия. Не зря на гербе Генуэ, кстати, Георгий Победоносец, это, в принципе, и банк называется Святого Георгия. И вот представьте, когда мы говорим о наших генуэских крепостях в Крыму, мы говорим не о крепостях города Генуэ, а о крепостях, которые принадлежали этому банку. Банк был настолько значительным, что в какой-то момент у Папы Римского он получил разрешение лишать жизни своих должников. Это совершенно безумное разрешение, которое не применялось никогда, потому что должниками в большинстве случаев были люди из церкви. Но, тем не менее, влиятельность этого банка, вы понимаете, теперь посмотрите, может быть, дома что-нибудь про это. Внутри этого банка устроено целое, несколько комнат, оформлено знаменитыми вкладчиками, отцами-основателями и людьми, которые определили принципы работы этого кредитного учреждения, которое спонсировало целое государство, например, Габсбургскую Испанию. Ну и говоря о зданиях памятниках, как не поговорить, не сказать два слова, о том, что делали в конце XVIII века, уже после того, как был построен храм Василия Блаженного, и совсем другой части света, в штате Вирджиния, это самый первый американский капитолий, собственно, модель, с которой потом началось началось тиражирование этого типа. В центре этого здания, которое является внешне древнегреческим храмом, внутри находится ротонда, как отсылка к пантеону, то есть это отсылка, тут я уже начинаю говорить о семиотических моментах, форма древнегреческая, и внутри еще форма древнеримская. И в центре этого сооружения, которое было построено по проекту архитектора Джефферсона, второго президента Соединенных Штатов Америки, мы видим статую отца-основателя. Статую отца-основателя, в данном случае генерала, тут он изображен, но тут мотыга есть, и законодателя, в общем, Вашингтона. Это к разговору о том, как ты можешь говорить с городом, как ты можешь рассказывать городу о том, что важно, что ценно, что является государственной добродетелью, что является добродетелью республиканской, либо не республиканской, либо совсем новой, какой-то новой страны. И сейчас мы перейдем к второй теме, которая, мне кажется, очень важна и интересна. Это, собственно, тема, которая вызывает большое количество споров, догадок. И я здесь не открою Америки, я всего лишь, наверное, добавлю, или добавлю маленькие свои пять копеек. Ну, вы наверняка слышали ведь про то, что случилось с авторами. Во-первых, давайте начнем с того, как звали авторов храма Василия Блаженного? Барма и Постник. Так, еще какие-то варианты, может быть, у сотрудников музея? Итальянцы. Итальянцы, да. Недавно появился такой очень интересный тренд на то, чтобы говорить о саксонских мастерах. Саксонских. Действительно, есть в последних работах именно сопоставление некоторых архитектурных элементов с архитектурой Саксонии. Саксония – это то, что лежит к востоку от Пруссии, условно говоря. Это Лейпциг, это Дрестонг, это такие вот места. Что мы знаем про этих авторов? Ну, самая романтическая история связана с тем, что их ослепили после того, как они построили эту вещь. Конечно, это неправда, скорее всего. Но, тем не менее, постараюсь объяснить, на основе чего возникла такая изуверская концепция. Дело в том, что... Вы вспомнили про итальянских мастеров, которые строили стены, башни, дворцы, коронавитую палату, храмы московского Кремля, в том числе Успенский, Архангельский, которыми мы любуемся по сей день. Но, наверное, если вы интересовались их судьбой, то вы знаете, что никто из этих мастеров не получил разрешения вернуться к себе на родину. Он вынужден был остаться здесь. Все, точнее. Не он, а все. Чем это связано? Я связываю это, в общем-то, не с какими-то специальными моментами, знаете, такой вот тирании того, что человек не отпускает то, что ему принадлежит, то как раз когда Аристофель Фиараванти его пришло письмо в Москву с просьбой из Болонии вернуть назад мастера, то московский государь был очень оскорблен вообще-то этим вопросом, потому что он считал, что он приобрел Аристофель Фиараванти до конца своей жизни. Собственно, так оно и получилось. То есть он действительно его приобрел до конца своей жизни. Но я думаю, что здесь играло роль два важных фактора. И главный фактор их состоял в том, что действительно итальянцы были великолепными инженерами, и знания, которые они здесь составляли в своих партификационных работах, в общем-то говоря, их, наверное, московский государь в тот момент просто боялся выпускать эти знания, потому что, в общем, эти знания могли быть использованы по назначению соседями врагами, гипотетическими врагами московского государства. То есть я объясняю это тем, что все-таки, поскольку вы знаете, профессии архитектора в тот момент не существовало, это была совокупность многих-многих знаний, и эстетика была там, ну если не предпоследней, то тем не менее не была первичной, прежде всего это была инженерия, инженерное мастерство, технологии, то я, наверное, этим могу объяснить вот то отношение к мастерам, которое практиковал Иван Третий, при котором как раз к нам приехали мастера, которые построили Кремль, и с которых начинается современная история московского кирпича. И это тоже очень важная тема, к которой мы сейчас вернемся. Но все-таки кто является мастером, кто является мастер-майнд храмом Василия Блаженного, Покровского собора народа. В общем-то, тот человек, который был указан на первом слайде, который он сейчас показал, это Иван Васильевич Грозный, человек, который правил нашей страной де юра с трехлетнего возраста, и который к тому моменту, как мы уже сказали с вами, прославился тем, что на минуточку присоединил к маленькой Москве колоссальную горсткую территорию. И человек, который и на предыдущем слайде вы видели, собственно, церемонию, венчание на царство. Первый человек, который в нашей истории называется царем. венчал на царство Ивана Васильевича другой очень важный человек, о котором два слова будет немножко дальше. Ну, здесь я позволю просто обратить ваше внимание на удивительное, совершенно, все-таки хочется фуллскрин найти. на удивительную встречу разных семей, разных великих семей. Мы действительно недостаточно снимаемся историей семей, хотя, в отличие, например, от Османской империи, у нас семьи прослеживаются, очень хорошо, очень интересно. Так вот, представьте, он был сын Василия Третьего, естественно, и его жены Елены Глинской. А род Елены Глинской вел свою историю на минуточку от Мамая. То есть, это такая встреча. При этом Василий Третий является сыном Ивана Третьего и Софьи Палеолог, принцессы из рода палеологов, византийского рода, которые были императорами, императорской семьи, при этом выросшие в Риме. Я проговариваю все эти вещи еще для того, чтобы... А, да, еще забыл очень важный момент. Семья Глинских это семья, как бы мы сказали, политических беженцев. Они приезжают в Россию из Литвы. То есть, вот эти потомки Мамая проживали в Литве и приезжают в Москву. И вот фантастическая абсолютно карьера возникает, ну, благодаря, конечно, браку Глинской и Василия Третьего. Вот все эти персонажи, о которых идет речь, это люди, у которых могли быть книги. А еще больше книг было у человека, которого, изображение которого, к сожалению, не сохранилось, но очень приятно, что русская православная церковь сейчас делает много для того, чтобы вернуть память об этом удивительном герое русской истории, митрополите, мудреце, иконописце. Иконописце, я подчеркну слово человек, который вошел в историю как митрополит Макарий. Он был митрополитом новгородским и, извините, архиепископом новгородским и впоследствии перешел на, стал митрополитом московским. Именно этот человек как раз завенчал Ивана Грозного на царство. И то, что нам важно знать про этого человека, это, конечно, его большие размышления и большой титанический труд по систематизации русских местных святых. Он создал фактически русский календарь. Вот по этому русскому календарю православному, модернизированному, естественно, мы, я имею в виду в данном случае православные семьи, живем и даем имена своим детям. Так вот, этот человек вплотную имеет отношение к истории книги, а именно к появлению первой русской печатной книги, которую мы все знаем очень хорошо из школьного курса, это апостол Ивана Федорова. Иван Федоров действительно был приглашен при участии, как считается, при участии митрополита Макария и издал свою книгу. И здесь как раз мы подходим к тому самому моменту, который, наверное, ради которого мы здесь все собрались. А что же тогда в таком случае сделали эти два человека? Что они заказали мастерам, которые скрываются от практически анаграммы Барма и Бостин? Они заказали образ, они что-то показали, и потом мастера должны были это осуществить. И я могу сказать, что это, наверное, главный вывод размышлений на тему Василия Блаженного. Василий Блаженный является, с моей точки зрения, памятником средневековой книжной культуры и, прежде всего, книжной миниатюры. Это образ интересного города. Будет несколько фрагментов, их довольно много, я постарался выбрать самые как доказывающие, так и опровергающие мою точку зрения. Но вот вы видите здесь типичное изображение Иерусалима, которое было выполнено в XIII веке во Франции, украшало один из манускриптов. Здесь вы видите большой, очень разветвленный город, при этом с четко геометрической, практически супрематической планировкой. и храм Гроба Господня. Замечательно, очень хорошо. А вот здесь немножко уже ближе к нашим темам. Страница из книги, рукописной книги, это все недопечатные книги, допечатные книги. Здесь мы видим фрагмент уже не настоящего Иерусалима, который существует, в какой-то момент он крестоносцем захвачен, потом он стал частью Османской Империи, а здесь Небесный Град. Вот это уже интереснее, это уже немножко ближе нам. И здесь, если вы согласитесь, со мной уже возникают некие элементы, мы обращаем внимание, да, это аду, чтобы вы видели, некие элементы, многогранность, угловатость, невозможность, невозможность соединения разных деталей, легкость, симметричность, те элементы, которые мы либо видим, либо знаем, как имеющие отношение к храму Василия Блаженного. Ну, а рядом изображение уничтожения Иерусалима в древнеримское время, ну, скрипт довольно поздний, 1484 год. Еще несколько фрагментов, уже имеющие отношение практически к нашей тени. Это небесный град Иерусалим и новый, небесный Иерусалим, несуществующий. И, с другой стороны, пожар Иерусалима, который украшает очень красивый свиток, там, собственно говоря, не свиток, а книгу, там есть практически два изображения, художник вначале все это очень красиво изобразил, а на второй странице изобразил, как это все горит. И я обращу ваше внимание, конечно, на те элементы, на которые, наверное, и так обратили внимание, на башенность, обращу внимание на разные, очень затейливые завершения главок этого города, да, причем, извините, это Вавилон. Внимание, Вавилон. Так, и это кадр с уже стеновой фрески итальянской, которая изображает, опять же, реальный Иерусалим, храм Гроба Господня, и обращу внимание на позолоту, обращу внимание на элементы, в том числе элементы нам любимые и известные, да, ласточкины крылья, и мотив, мотив этих дополнительных главок, которые до нас не дошли, которые украшали центральный Покровский объем. И еще, тем не менее, давайте посмотрим на то, какие удивительные были книжки до того момента, как изобрели книгопечатание, как можно много было всего туда напридумать и увлечь человека чтением. Вот, и у меня есть еще один пример, который, на мой взгляд, очень интересен, хотя он вроде бы относится к параллельной теме, а именно это известная базилика, романская базилика святого Амросия, Санта-Амброджи, который находится в городе Милане, сердце духовной жизни Милана, в отличие от дома, именно там, там как раз, наверное, собирается основное сообщество миланских католиков. Вот в этом соборе есть изумительная апсида, которую я всегда любуюсь и с удовольствием ее показываю друзьям, которые приезжают в Милан. Апсида, на которой изображена, это апсида, украшенная мозаикой, мозаика византийская, сделанная в IX веке. много раз это Продолжение следует...